SCP-1291. Футбольные боги. Объект номер SCP-1291. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. SCP-1291 содержится в пустой холодильной ячейке класса 4, закрепленной на теплоизолированной инвалидной коляске в избежании травм. На его глазах постоянно должна находиться повязка. Сотрудники, взаимодействующие с SCP-1291, ни при каких обстоятельствах не должны допускать прямого контакта кожа к коже. В случае непреднамеренного прямого контакта пострадавший имеет право подать запрос на свое устранение. Процедуры поддержания связывания. Каждую неделю чемпионата по футболу Кубка дивизиона Первой национальной ассоциации студенческого спорта SCP-1291 следует доставлять в специально подготовленную кабину стадиона Харрис Титр колледжа Миссисипи Ривер для просмотра игры команды Макосины. Не допускается контакт гражданских с SCP-1291. Любые попытки этого должны быть пресечены. Команда Макосины колледжа Миссисипи Ривер ни при каких обстоятельствах не должна получать возможность играть в Кубке Би-Си-Эс или покинуть Первый дивизион Национальной ассоциации студенческого спорта. Фонд заключил с колледжем договор, гарантирующий, что Макосины будут придерживаться безопасного уровня успешности. Также должна быть обеспечена физическая безопасность SCP-1291. Нарушение этих условий усиливает аномальный эффект SCP-1291 и следовательно его следует избегать любой ценой. Описание SCP-1291 является белым мужчиной примерно 40 лет, с сидеющими светлыми волосами, по-видимому одержимым сущностью неизвестной природы, обозначенной как SCP-1291-1. SCP-1291 прикован к инвалидному креслу, но отчеты свидетельствуют, что он имел рост в 184 см до того, как приобрел аномальные свойства. Цвет глаз SCP-1291 неизвестен, поскольку камеры не могут сфокусироваться на них, а прямой взгляд в глаза объекта оказывает на зрителя вредные психические эффекты. Хотя SCP-1291 способен разговаривать и двигаться, он до сих пор не проявлял какой-либо способности к связной речи, не может ходить и часто пытается перемещаться таким образом, который анатомически невозможен для человеческого тела, поэтому требуется содержать его в зафиксированном состоянии. Физическая сила SCP-1291 не превышает человеческого уровня. Температура тела SCP-1291 составляет около 155 градусов по Цельсию. Объект не нуждается в пище, воде и дыхании. Тактильный контакт с SCP-1291 всегда приводит к гибели контактирующего в течение недели вследствие быстрого развития раковых опухолей по всему телу. Продолжительное воздействие SCP-1291 приводит к общесенсорным галлюцинациям и нарушениям мышления и речи, развивающимся в течение примерно 48 часов после контакта. Все субъекты, подвергшиеся контакту в течение 96 часов, пали в комодозное состояние. Симптомы не исчезают со временем. Прямой зрительный контакт с SCP-1291 немедленно вызывает катонический ступор. При невыполнении процедур поддержания связывания тело SCP-1291 начинает деградировать. В участке кожи SCP-1291 приобретают те же свойства, что его глаза, а температура его тела значительно возрастает. Кроме того, на ненаблюдаемых поверхностях в расширяющейся области начинает материализоваться пепел. Считается, что это проявление ослабления способности SCP-1291 удерживать SCP-1291-1 внутри себя. При восстановлении процедур эти эффекты постепенно уменьшаются до базового уровня. До постановки на содержание SCP-1291 носил имя Рэй Уилсон и являлся главным тренером футбольной команды колледжа Миссиси Перивер. Исследования биографии свидетельствуют, что мистер Уилсон имел связь с организацией Длайн Змея, хотя, очевидно, не является ее членом. Считается, что он попытался призвать SCP-1291-1 для улучшения успешности макосин Миссиси Перивер в футболе. На сегодняшний день SCP-1291 не оказал никакого влияния на макосины или их противников. Приложение 1291-13. Попытки упразднить систему BCS по футболу для колледжей также, похоже, вызывают состояние деградации у SCP-1291. Поэтому продолжение действия системы BCS считается частью обязательных условий содержания SCP-1291. Документ 1291-2. Данные из дневника Роя Уилсона. Несущественная информация опущена. 8 января макосины победят, когда ад замерзнет. Еще один сезон впереди, и наш лучший шанс за много лет упущен. 7-5. Лучше, но даже близко нехорошо. Вернон и Родос выпустились, и с ними мы теряем половину нашей лучшей защиты. Никаких шансов, что мы чего-то добьемся в следующем сезоне, даже если Таннер дотянет до своего потенциала. Я сделал все, что мог. Я хочу сказать этим детям, что мы сделаем в следующем сезоне, что дойдем до конца. Но я не могу лгать самому себе. 8 января. У меня есть очень дурная идея. Те люди из колледжа – колдуны-фокусники. За неимением лучшего слова колдуны. Однажды я немного попробовал их колдовство и думаю, что у меня есть у этом некоторый талант. Возможно, стоит попробовать это. Предположим, что эта штука взаправду работает и не является продуктом каких-то экспериментов из Utah Days. 1 февраля. Оно работает. Это не шутки моей памяти. Это тот ответ, который я искал. Мои старые записки не врали. Из библиотеки Центра Медиаресурсов я отправился прямиком в намного более крупную библиотеку. Есть такой путь перехода, путь мышления. Это не какой-то мистический обряд. Надо просто идти по пути мудрости. Во всяком случае, я нашел несколько книг. Эта библиотека – это то, что надо. Магия для воодушевления моей команды. Магия для ослабления моих врагов, соперников. 2 февраля. Призвать силу легко. Задача в том, чтобы безопасно ей управлять. Насколько я могу сказать, то лучше сделать это через связывание демона – духа. Так, чтобы он принимал на себя основной удар эффекта искривления. Это просто балансировка энергии. Связать дух, пока макосины не выиграют кубок BSC. Почему эта штука больше не используется? 4 февраля. Поднял несколько духов с помощью ритуалов из книги. Это оказалось несложно. Но они не могут мне помочь. Как в том старом анекдоте, где Джин говорит, что мир на Ближнем Востоке будет устроить легче, чем помочь святым выиграть суперкубок. Я сказал им, что хочу, чтобы макосины восстановились. Но нет. Это одна из тех вещей, которые они не могут сделать. Дальше в библиотеке должно найти что-то получше. 8 февраля. Взял последнюю книгу. Они не хотели давать мне это попробовать, но я настоял. Попробуем призвать. Предположительно, 8 февраля. Жуткую штуку поднял. Но связал-связал. Обязал служить. У меня в голове болючий шелковый гвоздь. До тех пор, пока мы не выиграем пернатый глаз, будет обращать свой взор к миру. Когда макосины выиграют, ад замерзнет.